МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литчук заговорил, олигарх вовсю топит бывшего президента Украины Порошенко. Здесь господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и вопросов административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Разговор двух диктаторов. Лукашенко поехал на поклон лить мед в уши Путину, а тот уговаривает его напасть на Украину. Смотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Первый приговор российскому оккупанту за убийство мирного украинца. Пожизненное заключение. Я признаю вину, а я понимаю, что вы не сможете меня противить. Я прошу прощения. Информационная бомба в украинском медиапространстве. Кум Путина заговорил на камеру СБУ. Медведчук все сдал сам или текстовку ему такую написали, никто не узнает. Однако под массированный удар резко постаревшего решалы попал бывший президент Украины Порошенко. По заявлению Медведчука, Порошенко попросил его сконтактировать с высшим руководством РФ, чтобы отжать у государства целый трубопровод. Для того, чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность Транснефти и были вынесены определенные решения, говоря о том, что это собственность Украины. Так вот, для того, чтобы дать возможность Транснефти продать эту трубу, необходимо было сделать все, чтобы Транснефть снова владела и принимала решение о продаже этой трубой. И здесь господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и в вопросах административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества – все они принимали решения, естественно нужные для личных интересов президента Порошенко. А еще через Медведчука Порошенко якобы закупал уголь в так называемых ЛДНР. В схеме была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата. Стоит отметить, что экс-президент до этого момента выигрывал все суды. С конца прошлого года против него выдвинуты обвинения в госизмене. Ту же статью и еще несколько вменяют и Медведчуку. Суд теперь будет разбираться, знал ли и способствовал ли Порошенко в передаче денег за уголь боевикам ЛДНР и нет ли в преследовании Порошенко политического характера. Слова Медведчука не соответствуют действительности. То, что делает СБУ – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело. Этим должно заниматься ДБР. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет. Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд. Медведчук выторгует себе избегание ответственности за антиукраинскую деятельность. Напомню, кум Путина и богатейший человек сбежал из-под домашнего ареста после начала российской агрессии. В начале апреля Медведчука поймали при попытке побега из Украины. Позже он попросил обменять его на защитников Азовстали. Однако Кремлю опальный политик тоже не нужен, заявил сегодня во второй раз род Путина Песков. На Путина готовили покушение в начале войны. Об этом издании «Украинская правда» рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. В Кремле о инциденте известно. Убийство диктатора предотвратили и пытались скрыть. На него было даже покушение по линии. Как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Это приблизительно два месяца назад было. Еще раз говорю, он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место. Карманный диктатор Лукашенко поехал на поклон к хозяину. Встретились традиционно в Сочи. Лукашенко поблагодарил Путина за возможность искупаться в море. И дальше деды продолжили лить елей в уши друг друга и зрителей пропагандистских каналов. Вот от своего красноречия и самому полковнику смешно, а у Путина расширяются глаза. Ну и рубль укрепляется бешеными темпами. Диктаторы рассказали друг другу о рассвете экономики на фоне санкций. Напомню, что по сообщениям аналитиков рубль уже превратился в неконвертируемую валюту. В стране-агрессоре фактический курс отличается от того, который предлагают в банках и биржах. Если Центробанк снимет ограничения, деревянный взлетит до 157 за доллар вместо 57. Однако диктаторам все ни почем. Их запасов еще и внукам хватит. Если, конечно, от санкций спрятали надежно. Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика удар санкционный выдерживает. Выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Я сейчас не буду перечислять. В ходе беседы покажу вам. По информации источников телеграм-канала «Вертикаль», Путин вызвал к себе недополковника, чтобы потребовать начать открытое вторжение в Волынскую и Ровенскую области Украины. Хотя Лукашенко пока всеми силами юлит, зная плачевное состояние техники и упаднический дух личного состава армии, который не хочет умирать из-за планов безумного диктатора. Неожиданная вещь, что происходит. Но это для них неожиданное. Мы-то ожидали, что это будет. Видео сладострастных переговоров интересно еще и тем, что Путин снова непроизвольно дергает ногами. Видимо, бункерный дед это контролировать уже не может. О том, что у диктатора либо рак, либо деменция, мы рассказывали в выпусках ранее. Ссылки будут в описании. Диктатор давно стесняется носить очки и не любит читать. Путин вообще не склонен к монотонной работе. Вот я когда-то у Касьянова, бывшего премьера, был доверенным лицом. В кандидатом к президенту он пытался стать в 2008-м против «Медведя». Ну, естественно, не зарегистрировали. Смешная была компания, он сказал. Он мне рассказывал, что когда он был премьером, что Путин, во-первых, он всегда опаздывал на совещание, которое нужно было проводить по оперативному управлению экономическому. Присутствовал премьер-министр, министр финансов, глава ЦБ. Это очень важная вещь. Потому что и ситуация была напряженная. Всегда ему было скучно. Он приходил с опозданием на 3-4-5 часов. В Кремле они к ним ездили чаще. Иногда в Архангельское. И 10-15 минут, и говорит, ой, все-все-все-все. Какие-то начали пассивные деньги. Он не любит. А это, извините, был 2003 год. Понимаете? 2002, 2001, 2002, 2002. Ну, мягко говоря, за 20 лет ситуация лучше не стала, по-видимому. Поэтому он вникать вообще не способен в принципе. И даже верные друзья уже бегут с тонущего корабля, который Путин на всех порах ведет в бездну. Подруга Путина и экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль ушла из совета директоров Роснефти. Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-19 годах и выступала за сближение с Россией. Путин даже был на свадьбе министра. Еще ранее Роснефть покинул Герхард Шрёдер и Матиас Варнинг. Видимо, даже немецко-австрийское лобби безумного диктатора понимает безнадежность его ситуации. Владимир Путин танцует с невестой, австрийским министром иностранных дел Карин Кнайсль. В качестве свадебного подарка российский президент привез тульский самовар, масловыжималку и кубанский казачий хор. BBC удалось выяснить, что поездка последнего на гастроли обошлась бюджету в почти 2 миллиона рублей. Пожизненное заключение. Первый суд над военным преступником завершился в Киеве. По информации прокуроров, российский солдат Вадим Шишимарин убил безоружного мирного жителя, когда тот шел с велосипедом по обочине дороги и говорил по телефону. Шишимарин свою вину признал и покаялся. Однако защита собирается подавать апелляцию. До этого он будет находиться в СИЗО. А я признаю вину, а я понимаю, что вы не сможете меня противить, я прошу прощения. Русский мир наследил в квартире украинки. Женщина с семьей вернулась в свое жилье после того, как рашистов выгнала украинская армия. Стиральная машинка не пострадала, однако квартира выглядит будто после бомбежки и особо трагична унитаз. Видимо, Орда просто не знает, как им пользоваться. Подача газа прекращена в Донецкую и Луганскую области. Окупанты перебили магистральный газопровод. Под ударами рашистов поселок Лиман Донецкой области. Носителям русского мира все равно, что будет с городами Донбасса, лишь бы завоевать хоть что-то. Эвакуация из города уже невозможна. На улицах идут бои. Окупанты также собираются перейти в наступление в направлении Славянска, говорят в Генштабе ВСУ. Силами окремих подразделів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу Балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Славянському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підразділами Сил оборони. Ворог зазнав втрат і відступив. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Херсон переходит в бивалютну зону с сегодняшнего дня. Об этом сообщил коллаборант Сальдо. Рубль будет ходить вместе с украинской гривной. Предпринимателей обязали выставлять цену в двух валютах. При этом за одну гривну будут давать два рубля. Коллаборанты планируют к концу года полностью перевести область на рубли. Надеемся, что все же к этому времени они будут сидеть в Гааге на скамье подсудимых. Прошу всех обратить на это внимание и учитывать этот фактор в своей работе. И еще одно. В ближайшие дни в Херсоне откроется отделение одного из российских банков, который начнет открывать счета всем желающим предпринимателям Херсонской области. Россия не отказывается от намерения обеспечить себе сухопутный коридор в Крым. Рашисты пытаются укрепиться на оккупированных территориях, а это значительно затруднит контрнаступление украинской армии и освобождение этих территорий, заявил член Комитета Верховной Рады по безопасности и обороне Федор Венеславский. Ворог на территории Запорожьей, на территории Херсонской области зараз минимизовал вогневое вражение нашей живой силы и техники и пытается максимальных усилий докласти для строительства фортификационных споруд, которые сделают значительно сложнее наш контрнаступ и извольнение наших территорий от ворога. Поэтому это также нужно враховываться и каким образом в этом противодействовать. Ваши коллеги спрашивают, насколько нам сейчас самые какие-то изразки оружия нужны в рамках программы «Ленд-Лиз», в рамках той материально-техничної допомоги, которую надают наши західные партнеры из Европы. В результате авиаудара по поселку Десна в Черниговской области погибли 87 человек. Рашисты ударили по нему еще 17 апреля. Однако спасатели до этого времени разбирали завалы. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом году мероприятие впервые проходит без России. Политики и бизнесмены, которые в рамках форума организовывали яркие вечеринки с икрой, сегодня там нежелательные гости. Организаторы заявили, из-за агрессии разрывают всякие связи с Россией. Зеленский призвал усилить на сторону агрессора санкционное давление. Ось, какими мают быть максимальные санкции, чтобы Россия и каждый другой потенциальный агрессор, который хочет пойти жесткой войной против соседа, четко знали, до чего это сразу приводит. И таких санкций против России, я вважаю, досі немає. А они должны быть. Эмбарго на российскую нафту. Повное блокирование всех банков, без исключения всех. Повная отмога от российского IT-сектора. Повное припинение торговли с агрессорами. Это мае быть такий прецедент санкционного тиска, который еще десятилетиями переконливо працюватит на поддержку мира. Потрібно створить прецедент повного выхода всех иноземных бизнесов из российского рынка. Чтобы ваши бренды не ассоциировались с военными злочинами. Чтобы ваши офисы, рахунки, товары не использовались с военными злочинцами в их кровавых интересах. Переобуваются на ходу. Или уникальная многоходовочка от сына Жириновского. Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сменил имя и фамилию. Теперь он Давид Александрович Гарсье. Говорят, он очень любит Испанию и имеет там элитную недвижимость. Апартаменты, виллу и участок. Расследование опубликовало издание База. Решение сменить имя может быть связано с санкциями ЕС, из-за которых Гарсия Лебедев потерял возможность ездить в Европу. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах. А поддержать развитие ютуб-ресурсов нехто можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх и распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей. Так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова